Господа, я вам уже много раз рассказывал про дебетовую карту Tinkoff Black И преимуществ у нее гораздо больше, чем может вам показаться Потому что даже по сей день ее обладатели могут совершать быстрые денежные переводы Более чем в 30 стран мира И да, я серьезно, даже сегодня с этой карточкой вы сможете легко перевести деньги в Армению, Китай, Казахстан, Беларусь и многие другие Даже валюта перевода может быть разной Это могут быть юани, тенге, рубли, драмы, многие другие Вариантов перевода денежных средств у Tinkoff также несколько Во-первых, вы можете перевести в некоторые страны просто по номеру телефона Как обычно, выбираете контакт из телефонов и отправляете по нему В некоторые страны можете перевести по номеру карты Ну и, конечно же, до сих пор актуальны SWIFT-переводы Все подробные условия и ссылочки будут, естественно, в описании под этим видео Но есть приятный лайфхак Если вам нужно совершить SWIFT-перевод и у вас что-то не получается Не переживайте, с таким запросом пишите сразу в чат в приложении в поддержке Дальше в этот же час специалист у вас запросит необходимые данные И все настроит за вас И все получится Так что переходите по ссылочке в описании Чтобы узнать все возможные способы денежных переводов с Tinkoff Black Если вдруг у вас этой карточки еще нет Там же по ссылке ее можно будет оформить и все сделать Круто, ребят, дерзайте Господа, здравствуйте Удивительное время, когда воздух плюс 4, а вода плюс 5 В это самое время нам, как всем остальным, хочется покорить какое-то бездорожье Хочется ехать какие-то дали, но хочется делать это комфортно Вы все помните, что у меня уже есть давно такой проект с ультратанками Который начинался по фану И нам было интересно, что будет, если поставить Bentley Continental на гусеницу Со временем к этому Bentley, естественно, появился Cayenne Конфиги этих шасси менялись И теперь, господа, сегодня мы, я, Константин Зарусский И Иван Джаггер Гараж Готовы представить вам наше новое творение Наше, по сути, дитя Это, наконец-то, коммерческий транспорт И, если говорить совсем простым языком Это шишига на гусеницах Иван Джаггер Гараж Впрочем, шишига здесь немножко в кавычках Потому что от шишиги у нас, естественно, взята только кабина И даже эта кабина, она в серию А эта штука уже пойдет в серию Не пойдет сама по себе Потому что кабина, естественно, будет своя Будет другая, чуть более подходящая для вездеходов Кабина от шишиги, это решение, которое взято здесь Сейчас, потому что это просто Дешево, надежно, красиво Тепло и лампово в первую очередь Конечно же, другая кабина Будет, во-первых, содержать в себе и другую Оптику, которая повыше и прочее В общем, будет более адаптирована Под условия эксплуатации данного Гусеничного шасси А так, естественно, исключая кабины, это полностью Наша разработка, полностью собрана Иваном его золотыми руками И это уже та самая коммерческая заточка В отличие от предыдущих наших проектов С Бентли на гусеницам и Каеном на гусеницах Здесь все сделано под сокращение эксплуатационных характеристик Под сокращение затрат на эти самые эксплуатационные характеристики Это дизельный двигатель От Газели, Каменс Может быть импортозамещенный Фотон без проблем То есть мы здесь обладаем мощностью всего 160-170 лошадиных сил Это минимально возможный дизелек Для нашего гусеничного шасси Это автоматическая коробка передач Это грузовая платформа Которая способна взять на себя груз по-твердому До двух тонн и до полутора тонн Внимание, с сохранением плавучести Да, теперь эта штука никогда не сможет утонуть Она всегда будет держаться над водой Это самое главное И сюда, естественно, возможно устанавливать Любое, какое вы только пожелаете Дополнительное оборудование То есть та самая настоящая коммерческая гусеничная техника Итак, если говорить в цифрах Это 3900 килограмм в данной конфигурации Высота 2,60 И ширина, это у нас транспортировочный габарит То есть чуть-чуть меньше, чем 2,40 То есть эта штука будет легко перемещаться По дорогам общего пользования На обычном эвакуаторе Для нее не нужно заказывать трал Специальную перевозку И согласовывать маршрут движения В эксплуатации это просто Обычная единица техники Которая обычным образом перевозится По обычным дорогам Это очень важно Нас все время часто упрекают Что мы заново переизобретаем Там АТЛки, газушки и прочее Но нет, господа Это другое Эта техника позволит вам Ее эксплуатировать у себя Вы не купите артиллерийский тягач И будете парковать у себя во дворе У вас это не получится У вас больше не будет двора Все, что у вас будет Это артиллерийский тягач Который уничтожает все, что вам дорого Плюс даже АТЛка Самая легкая Весит 8 с лишним тонн При практически такой же грузоподъемности Обратите на это внимание Здесь же вы получаете полный люкс Человеческий салон Хорошее управление Легкий вес 3 900 для такого класса Резиновая гусеница Которая может ездить у вас По тротуарной плитке По кафельной плитке Если хотите парковаться в вашем гараже Переезжать асфальтовое полотно И никто об этом никогда не узнает Потому что она его Просто не повреждает И так далее То есть эта техника Очень приятная в эксплуатации При этом поднимает она Столько же, сколько ее собратья Которые весят на 2-3 тонны больше Это очень важно Она более компактная Более могучая Более легкая И более приятная в обслуживании Если мы говорим про сам кузов То здесь это как всего лишь один из вариантов Вы понимаете, что вместо бортов Здесь может быть и бытовка И жилой отсек И какой-то грузовик С более высокими бортами Потому что если вы хотите Постоянно оказываться в воде С максимальной грузоподъемностью Борт будет чуть выше Просто для безопасности На случай волнения На случай рельефа под водой Потому что здесь Сейчас мы сделали Этот по сути такой борт для себя Он красивый, прикольный И он все равно позволяет На паспортных значениях Перемещаться в том числе и на воде Но в целом У нас осадка получается Какая-то вот такая То есть Если он будет чисто грузовик серийный Естественно, борт там будет чуть выше Ну а в случае, если мы говорим Что это будет некий жилой модуль Бытовка Или закрытый кузов То таких проблем не будет Слевать нам вообще Потому что задний борт у нас герметичный И таким образом Сколько там она осаживается Вам не важно Плюс чем больше машина осаживается Тем больше получается Грузоподъемность на воде Она получает Но это интересно И в данном случае Она осаживаться может легко Если мы говорим про систему Натяжения гусеницы Поскольку это грузовик Она здесь должна быть Или полуавтоматическая Или автоматическая Или быстро Менять натяжение По вашему желанию Потому что Сами понимаете Когда вы нагрузили Несколько тонн Полторы тонны Допустим Груза у вас легло в кузов Естественно Подвеска немножко присела Через это гусеничное полотно Расслабилось Это не очень правильно Гусеничное полотно Всегда должно иметь Оптимальное натяжение Для этого вставлен Гидравлический натяжитель Полотна Он может быть Как автоматическим По желанию клиента Так и ручным Вы можете просто Тумблером Как в этой конфигурации Сами полотно Подтягивать Больше или меньше Также это удобно тем Что приборы контроля За давлением В этих гидроцилиндрах Они выведены в кабину И если вдруг Вы чувствуете Что вы нагрузили груз А стрелочки упали Ближе к нулям Значит гусеница Точно ослабла Вы получаете Визуальную возможность Контролировать Натяжение гусеницы Из кабины И таким образом Можете давление В гидроцилиндрах Чуть подподнять И гусеница Избегать хода полотна На каких-то изгибах рельефа Герметичный задний борт По факту герметичный Господа Действительно Было уже несколько Тестовых выездов Мы это все снимали Не для ютуба Для себя Выявляли те самые недостатки Поэтому мы точно знаем Что задний борт Воды не пропускает Хотя все уплотнение Которое здесь присутствует Это просто Ну условно там резина Да Она подбиралась Смотрелась Такая сякая Какая подойдет Тем не менее Вот что мы имеем Сюда можно абсолютно Вот так с подножкой Теперь заходить Вставать Рымы Которые сополагаются Здесь сейчас Они опять же Могут быть какими угодно Самые внимательные Уже видят здесь Пару интересных штучек На которых Несередные цифры бегают Это опять же Еще наши Некоторые циклы испытания Мы смотрим Какая температура В разных точках Внутри лодки создаются Поэтому они и подписаны Главная пара Тормоза А там спереди У нас еще есть температура В районе коробки И так далее То есть мы знаем Что, где, как Должно или не должно Греться И учитываем это Слева На пол закидан Бакелиткой Пол вот сейчас Такой В грузовом исполнении Допустим Его можно сделать Вообще плоским Ну, по желанию заказчика По факту Здесь может располагаться Все что угодно Может какая-нибудь Буровая здесь стоять Легко в воду Там искать Буриться Заезжать Куда угодно Может располагаться Манипулятор какой-нибудь То, что мы видим Спереди Вот эти рога Которые сейчас торчат Это шахты По сути Одна шахта Забирает воздух в лодку Охлаждает Ну, соответственно Холодный воздух с улицы Забирает Прогоняет его через лодку И другая шахта Уже горячий воздух Сбрасывает Все это на датчиках Если температура В лодке превышает Там Определенное значение Мы можем выставить Его и 40 И 50 градусов И 60 И даже 30 Вентилятор срабатывает И начинает внутри лодки Все пространство Продувать Лючок, который вы видите Сзади Он пока тоже временный Он прикрывает По сути Главную пару С точки зрения Импортозамещения Мы здесь сделали так Что главная пара В этой машине У нас от ГАЗ-71 Или от ГАЗ-39 А тормозные механизмы Которые останавливают Правый и левый борт Они собственно От УАЗа И тормозной диск И тормозные машинки Это сделано для того Чтобы повысить Ремонтопригодность Транспортного средства В России Двигатель опять же Здесь стоит минимальный Он может стоять больше То есть здесь Специально мы для себя Хотели установить Возможно ли жизнь С таким маленьким количеством Лошадиных сил В такого рода технике В своих мыслях Мы опирались В том числе на советские разработки Если вы знаете тот же самый ГАЗ-39 Газушка там или 71 У них там мощность То же самое Совершенно минимальная Однако вроде нормально и ездит Здесь задача такая же Получить минимальный Самый экономичный дизелек Который будет просто С какой-то скоростью До 60-70 Возможно по прямой Км в час Эту штуку разгонять Но основная Естественная задача Этой техники Будет где-то Красться Спокойно себе Топтать снег Или утюжить Те же самые болота Слабонесущие грунты С чем она на сегодня В общем-то И справляется Это сильно отличается От того что мы делали На гусеницах до этого То есть мы покупали Бентли Мы покупали Каен в качестве доноров Это были машины Для туризма Для Жогова Если хотите Конечно мы сюда Первоначально Озадачивались Поисками донора Донора Вы как прекрасно знаете И любую другую машину В качестве донора Или для нормальной жизни Для нормальной езды Вы можете найти на Дроме Потому что на Дроме Огромный выбор машин И огромный выбор инструментов Для их поиска Например Та же самая подписка Если вы ищете машину Которая не самая популярная Или в какой-нибудь Интересной комплектации Вбиваете эти параметры И когда под эти параметры Подходящая машина Появляется в продаже Вам приходят уведомления Это очень удобно И свои машины Для своих проектов Мы так же часто ищем на Дроме Но если вы машину не покупаете А продаете На Дроме Это делается так же крайне легко Вы просто загружаете Фотографию СТС В приложении И приложение Само распознает Характеристики автомобиля И заполняет Необходимые графы Из СТС За вас Что так же очень круто Так что За машиной Иди на Дром Ссылочка на него будет В закрепленном комментарии Я думаю Что каждый Кто на Шишиге Когда-то работал Служил Ездил Катался Или просто кайфовал Сейчас скажет Что кабина Шишиги Не самая удобная На самом деле Отчасти вы правы Даже сейчас Когда я залезал Рулевой вал идет Между ногами Да мне нужна Всегда только правая нога Потому что у нас Здесь только две педали Но тем не менее Однако В отличие от Обычной кабины Шишиги В которой есть черепаха И коробка вот эта Вот сзади дурная Здесь конечно же Все гораздо проще Потому что Селектор КПП У нас в данном случае От БМВ И стоит он Прямо вот Простите Это моя Это мой телефон В беспроводной зарядке Звонит Вот У нас здесь даже есть Беспроводная зарядка Как вы понимаете Подстаканники Все это обшито карпетом Ну и даже коробки Вам больше назад Естественно тянуться не нужно Потому что вы сделали хлоп И Передача зашла Зашла она с таким пиночком Сейчас потому что Мы стоим на понижайке А редукция здесь на понижайке Очень лютая Соответственно все Что мы видим спереди Все приборы Они изменены Здесь у нас куча кнопочек Лампочек И переключателей Кнопочки Это все стандартное Все как в любой тачке Как в любом вездеходе Из простого Это печка Вы уж простите Но она будет жужжать Мы ее включим На улице Три градуса тепла Очень хочется согреться Если честно Штатного дизеля На холостых Чтобы обогреть кабину Не хватает Сейчас будем ставить сюда Автономный отопитель Вернее сразу два Воздушных Первый будет воздухом Отапливать кабину А второй будет воздухом Оттопить все Что внутри лодки Для того чтобы Этот воздух Прогревал одновременно И двигатель И трансмиссию И аккумуляторы И баки с дизелем И главную пару То есть отдельный фен Теплый будет стоять И греть именно Всю техничку снизу Допустим за час До вашего прихода Тогда это точно Во-первых И не замерзнет зимой И заведется в любой мороз Потому что оно все Находится в тепле Управление светом Ближней фары Гудок Гудок мы взяли Ребята от победы Которые в этой же озере Здесь однажды На глубине Три с половиной метра По эхолоту Залегла И теперь мы все это знаем Дворник и очиститель Омыватель Все это есть Мультифункциональный прибор По сути у нас От катера На который выводятся Обороты двигателя Температура двигателя Количество топлива В баках выводится И еще очень много чего Ну поэтому он И многофункциональный А скорость он берет С GPS Никакой механической связи Скорости кардана С чем-то там Или вторичного Вала коробки У нас с приборами нет Куча контрольных ламп Которые там Чеки, свет, свечи Дальние и прочее Управление как раз Натяжителем гусениц Правым и левым Можно задавливать его И два манометра Которые показывают давление В тех самых гидроцилиндрах На гусеницах Тут же у нас управление Лебедкой Принудительное включение Вентиляторов Если мы захотим Вдруг срочно охладиться А датчики не сработали Впрочем датчики есть И принудительное включение Помп откачивающих Триумных помп Так называемых Если вдруг они В автоматическом режиме Тоже не сработали Вам кажется Что там есть вода В целом все Как обычно Прикуриватель 12 вольт Прикуриватель USB Если хотите Все лакшери опции Здесь все включено Все прекрасно Все есть Все работает Со всем этим Можно Кайфовать ехать И все опции Которые были От Шишиги Мы также оставили Потому что Вот эти вот Форточки Ребята Мы когда тестировали Мы тестировали Еще по жаре Мы эти выезды Начинали летом Это бесценно Вот так летом Ешь Эту форточку Открыл Вот сейчас Блин Оттуда так же дует И это уже Не так хочется В общем Но тем не менее На холостых Стандартно Мы когда стоим Двигатель прогреется До 65-70 В лучшем случае Больше он никак Не нагреется Но Что ж Ладно Включаем драйв У нас сейчас понижайка Можем включить Повышайку Но она нам сейчас Не нужна будет И по езде И по обзору Конечно все стало Ну прям супер нарядно Все супер классно Да Нам Сейчас не нужно Ездить быстро Хотя я думаю Что километров До 40-50 Мы все равно Разогнаться сможем Все управляется Все рулится Все шикарно То есть К примеру Вот сейчас До лужи Мы станем сразу Грязными К сожалению Специфичные ощущения Поскольку мы сидим Немножечко Прямо на морде На переднем краю Вездехода Поэтому Очень похоже На катер Он прям плывет Покачивается На волнах Мы сейчас едем Пустые Но поверьте Мы проехали Несколько сот Километров Пока испытывали Эту технику И всегда Мы ездили С полной загрузкой Или как минимум Загрузкой В одну тонну Сегодня мы поедем На воду И делать мы это будем Тоже с грузом Пустые И мы туда не сунемся Просто чтобы вы понимали Что она очень хорошо плывет С одной тонной на спине Ну обзор зато Просто шикарнейший Конечно Ни с Каеном Ни с Бентли Не сравнить Ты видишь все В огромные грузовые Зеркала Лопухи Абсолютное понимание Где ты находишься Где заканчивается машина Супер шикарно Супер удобно Тяга дозируется Ну вы сами видите То есть как бы Я даже рулем Особо не шебуршу В меру шумно Будет Сейчас шумоизоляцию Мы никакую не делали Она будет И будет еще тише Сейчас у нас бетонка пошла По бетонным плитам едем Ты подскочил? Да Вот это есть особенность Когда ты сидишь на морде То конечно на препятствиях Чтобы тебя не раскачивало Лучше притормозить На испытаниях Я сидел сзади кузове Прямо за кабиной И было отчетливо видно Что водителя в кабине Мотыляет Намного сильнее Чем меня Который сидит в кузове Потому что я сидел Посередине базы И я просто по сути Так раскачивался А в кабине все прыгали Но это нюанс В его случае Когда ты сидишь Прямо перед базой Сейчас Ну то есть Никаких проблем С рулежкой нет Я все до сих пор Каждый раз вспоминаю Вот эти первые выезды Когда мы там Боялись колеи Боялись Что как-то гусянка Откуда-то слезет Что что-то может произойти И сейчас Мы просто По диким буракам По сумасшедшим диагоналям По косогору По вот какому-то такому Рельефу дороги Мы едем И я даже не смотрю В зеркала На состояние гусениц Абсолютно Ну в этом нет смысла Она просто едет И едет Это конечно Ну для кого-то Может нормально Но трактористы Меня поймут Насколько ты Расслабляешься Когда знаешь Что гусеница Точно не сползет Так Так Давай поскачем На горочку Наша любимая Мне тоже хочется Я последний раз Когда так распирался Ничем хорошего Это не закончилось Ну сейчас-то Мы же не можем Перевернуться Ну вот Вот видишь Я же знал Это заранее Но изнутри Это конечно Выглядит эпически Ну и соответственно Нам пофиг Мы так же дальше И вперед пойдем Смотри Блин Такая стена Перед кабиной Просто И Опачки Да Все это в стеклах Конечно Смотрится Эпическим образом Так Я переживаю Конечно Ты просто Покажи камеру Что мы видим Что видит Обычно Значит Водитель Я просто Смотрю В небо И мы Очень Как-то Высоко Конечно Хотелось бы Я не знаю Выглядит Очень страшно Отсюда Прям Ну блин Высоко Трындец И я уже Поскольку Недавно Это пережил Вы не представите Сколько у меня Адреналина Сейчас там Внутри Точно Не будет Я только Только Сросся Мне Мне Очень Страшно Я Вот Я редко Это говорю Но здесь Я прямо По-моему Мы были На грани Я не знаю Смотри Что Скажешь Владимир Это было Газовое место Да И сразу Блин Но после Я только Сросся Понимаешь Я понимаю Что это Другая Машина А водитель Тот же Вот В чем Проблема Проблема Не в ней А во мне Но здесь Я уже Понимаю Это было Очень нервительно Для меня Если честно Да Трындец Ты посмотри Что мы делаем Лобаш Сейчас в землю Упрется Мать его Это было Зря А что Назад Я уеду Отсюда У меня есть Упрохо Я вот с нее Картинку вставлю Просто Блин Долбаная Земля Лобаш А вот Они сейчас Снаружи Скажут Что ни о чем Было Тогда тоже Так говорили Да Поверьте Я шарю В этой теме Не надо Вот если я сказал Что страшно Значит реально страшно Клянусь Своими Девятью пальцами Пойдем В воду Так Добро пожаловать Наши дальнейшие Путевые заметки С испытаний С испытаний Вот так всегда На испытаниях Вот штиль Солнце Вот Садишь Загораешь Как нужно Основное Видение Писать Так я знаю Что будет Шляпа Полная Морость Наша сейчас Задача Разуться Для этого Нам нужно Два типа Испытаний Потому что Гусеница Может разуваться Внутрь Автомобиля А может Наружу Наружу Даже немножко страшнее Чтобы разуться Внутрь Нам нужно В-образная Соответственно Плоскость То есть Мы сейчас Будем Одной Гуслей Ехать По горке Второй Здесь И тогда Мы будем Смотреть Гусеница Держится Или пытается Слезть Внутрь Дальше Надо будет Залезать Наоборот На Вот такую Как бы Да Как это Ю-образную Какую-то Горку То есть Чтобы гусеницы У нас Шли По этой И по этой Стороне И пытались Разуться Наружу Сейчас мы То и то Быстренько Проверим Но что-то Есть подозрение Что все Будет Хорошо Уже И поедем Дальше Давай Как будто бы Влево Сюда Еще Забирай И попробую Еще Прямо Жестить Звук Конечно Полотна Очень Интересный Издают Явно Шип Борется Но он Борется Ну тут Никаких Нет Даже Предпосылок А ты Жесткий Я могу Сказать Но пока Нормально Давай 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 Еще Направо Начала Начала Пошла Есть С той стороны Вон Внутрянку Смотри Это то Ни о чем Ну да У нас Начиная С ветви Получается Первая И вторая Это там Они начали На шип Налезать А на этот На шип Они еще Не налезают У нас Собственно Происходит То самое Явление Которому Подвержены Широкие Гусеницы Поэтому Иногда Те же самые Военные Когда им Нужна Большая Площадь Опора Они делают Гусеницу Не шире Они оставляют Ее узкой Они увеличивают Длину Базу То есть Увеличивают Всего Транспортного Средства Чтобы общая Площадь Опоры Была Той же У нас Поскольку Гусля Относительно Широкая То мы Видим Что гусеница Сталась Лежать На земле Вот так А транспортное Средство Под углом Таким образом Катки Вытащило Аж Из шипа Здесь Хотя Если мы Берем Боковые Шипы С той стороны С наружной То через них Колесо Еще не Переступает Но Нам в любом Суще Даже Это не страшно То есть Вы сейчас Увидите Что мы Сейчас Ничего Не будем Делать Гусеница Не слезет Даже Если у У вас Какие-то Ветви Подвески Сейчас Перескочат По идее Ничего страшного Быть не должно Соответственно Что мы Сейчас Делаем Мы Наверное Пытаемся Отсюда Как-то Выбраться И нам Нужно Доворачивать Правее И с этой Горки Спускаться И таким Образом Даже Если мы Частично Подразуемся Она потом Самообудится Сейчас Вот это Очень Важный Момент Получается Потихонечку Едем Напоминаю Что ветвь Правая С наружного Шипа Не соскальзывает Она по нему Едет То есть Мы стоим На полотне Хотя У нас Центральные Ну Катки Уже Наезжают На центральный Шип Все Она пошла Налезать Обратно Все 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 Встали Все На центральный Шип Встали Все Ну-ка 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 Да Вот это Жестко Вот сейчас Ее вывернуло Прямо Мощно Но она Не слезает Все равно Давай 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 Тянем Да 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 Все Ты как Только Вон Встает Встает Все 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 Да Все Все В WWW ну пока нормально не страшно еще доворачивай еще 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 доворачивать все его так пошел по углу нормально сейчас пойдешь на вровень становиться ни о чем вообще песочек ну песок на липда ну еще так он сейчас уйдет да но вот здесь чуть поменьше ступенька все в порядке звук полотно издает из-за налипания песка но зацеп уменьшается естественно и все как приятно все это работает напоминаю при этом что это еще наше не последнее полотно полотно которое приедет новое оно еще круче там изменена форма шипа чтобы его не рвало немножко другие закладные короче мы вот столько у нас было этих тестовых выездов уже мы ездим буквально через день ездим потом устраняем мелкие косяки снова ездим снова устраняем мелкие косяки нам на полотне сейчас не хватает только вот этого зацепа только этой гребеночки чтобы соответственно больше грызла полотно как только у нас это появится все остальное вот этот антисход вот эти маленькие трюки про которые мы вам не рассказываем в этом полотне же сейчас есть там пара элементов о которых мы никогда нигде не говорили и не расскажем и вот мы их еще будем изменять и будет еще лучше чтобы понимали даже сейчас в такой ситуации когда вот мы специально резали эту стену замерзшую когда полотно полностью вывернуло вот так то есть у нас каток может стоять как на крайнем шипе как так на другом крайнем шипе так и на центральном если что-то одно из этого остается в зацепе просто скала и при этом даже сход полотно еще раз напоминаю не ведет к тому что техника остановится она сойдет проедет по прямой и зайдет обратно даже даже в этом моменте то есть прям мы очень близко к бессмертию поскольку мы уже прошли все циклы испытаний мы уже прекрасно знаем как в эту воду въезжать мы въезжали в нее сто раз внижать нее можно просто с любых ходов вообще не бояться в крайнем случае вода кратковременно наступает на лабаж но бояться абсолютно ничего ничего не зальет мы это уже проверять звуки при этом издаются странные но тем не менее все мы поплыли господа глубина под нами я на лодке проходил это озеро все до этого три с половиной метра гребет и плывет она при помощи своих же собственных гусениц никаких у нас дополнительных винтов и ничего не установлено сзади одна тонна полный кубик можем положить больше максимальная эффективность достигается если мы на понижайке передачи на пятой примерно гребем а на повышайке если мы ее включим то на третий собственно вот все господа и в таком режиме мы можем присутствовать бесконечно долго пожалуйста да поскольку у нас кабина от шишиги мы еще не герметизировали поэтому иногда в ноги водителю поступает незначительное количество воды когда мы из воды выйдем ну количество этой воды сократится и даже сейчас сбоку вот нас там ребята с лодки снимают сейчас мы развернемся к ним еще боком мы сейчас на отмель с вами о по 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 пришли на подки вот сейчас хорошо вам видно как собственно мы стоим и у нас осадка еще все равно на кабину с новой кабиной мы что сделаем у нас во первых кабина будет сама водоизмещающая кабина которая оригинальная будет килограмм на 100 150 легче что также развесовку поправит и в третьих груз мы можем двинуть больше на хвост сейчас мы специально его сделали сюда но и в целом вы никогда не сделаете идеальную развесовку грузовика потому что ну вы же не знаете какой у вас груз будет в грузовике сзади вот сегодня или завтра но в любом случае в таком состоянии мы можем сейчас ну вечно тут на самом деле быть справочки ради чтобы сразу все понимали до этого когда мы были на испытаниях мы пробовали разные виды загрузки то есть когда у вас вся тонна сзади машина плывет вот так когда она абсолютно пустая без груза она плывет вот так мы пробовали ставить на бок то есть пытаться и сейчас раскачать ребят это невозможно это просто скала то есть вот и такой у нас еще зазор сзади до борта то есть мы сейчас легко сможем сюда назад еще поставить или тонну или 500 килограмм и в принципе запас есть воды мы при этом не набираем максимум стопку в час ну просто где-то там что-то капает чуть из-под уплотнителя то есть как вы понимаете под нами еще и три с половиной метра соответственно с точки зрения плавучести у нас нет никаких проблем выше борт нужно делать как я говорил для чего когда мы сейчас полезем на берег вверх мордой зад будет немножко задавливаться в воду в этом такой конфигурации борта он задавливается настолько мы уже все это 300 раз проверяли есть все видосы с ходов запрыгивали прочее поэтому если сделать борт еще просто выше ну для наших целей это не нужно то все будет порядке в крайнем случае есть помпы мы вставали в шестером на один борт ничего не тонет ничего ну то есть как бы это прям вот скала ребята это очень позитивно мне нравится и мы сейчас можем переплыть озеро переплыть другое с максимальная скорость которая нам удавалось достичь на ходу 56 километров в час что конечно же немного но вполне себе гост для такого класса вездеходов то есть быстрее обычно ну нет смысла понятное дело что если есть волнение что если какой-то шторм если сильное течение вездеходу в такие водоемы суваться нельзя он сделан для того чтобы не тонуть болоте переплывать какие-то большие рвы овраги или просто вот такие вот водоемы озерца они объезжать их только для этого залезли и поплыли дальше давай на тот берег попробуем привет а я включил поворотник да четко поднимаем стеклышко чтобы было чуть теплее насколько это возможно в данной конфигурации и поворачиваем поворачиваем традиционно руль налево и поворачиваем на самом деле к на нем плывешь сейчас мы скорость разобьем побольше есть полное ощущение что ты на каком-то пароме потому что он большой дизельный прямо вот теплоход все поструячили смотри сейчас гусеницы подразгонятся и мы просто пошарашили вода 5 градусов серьезно мы очень четко понимаем чем рискуем если вдруг вода начнет поступать в лодку у нас две огромные помпы под которые мы сделали шпигат специально под левым зеркалом чтобы и визуально грубо говоря было видно что строй идут и слышали даже ухом люди управляющие в кабине что вода начинает из лодки как-то откачиваться значит она как-то поступает но по нашим тестам мы вот так вот в воде проводили но по полчаса серьезно и все было в полном порядке ни разу мы срабатывание помпа по факту так и не увидели но мы прям далеко забрались уже я завернем там мель главное чтобы ребята на нее не вылетели мы выходим все смотри сейчас все уйдет и ребята вылетели на мель на катере ребята уберут весла а у нас вода из кабины ушла все четко смотри что лошары вы сели на мель нет не сели да я понял все в порядке винт наверняка не пострадал знаете у меня тоже потому что его нет это все у тебя вышла вода но вот видишь на нас просто дырки в полу так спускаемся единственное у нас есть все так да отлично единственно все-таки когда мы движемся по воде особенно когда мы в нее съезжаем у нас есть небольшие ограничения съезжать в воду нам гораздо лучше естественно перпендикулярно линии побережья то есть когда на угол заваливается там прям не очень вдруг через борт склеснет ну что ж пробуем максималку вот мы давим просто газ пол три километра в час четыре километра в час мы развиваем четыре километра в час в общем мы едем 5 нам не удается потому что мы с грузом вот у нас четыре километра в час четко пятерки нам не достичь 5 километров в час у нас будет если мы будем пустые соответственно будет меньше осадка и там будет все в порядке так вот ребята честные 4 с тонной на горбе и у нас все зашибись так что я считаю ребята да тут и внутри такой же кайф но вот это вот максималка поэтому я собственно ее особо так и не держал показывает что кроссовки надо менять сейчас 4 показала все нормально короче кубик надо было все-таки больше чуть назад сдвинуть потому что она морда перегружена очевидно а В общем, вы сами прекрасно видели, что и по ватерлинии, и по осадке, что вот эти тонна на середине базы, они ей еще мало Еще на хвост 500 или еще тонну, это мы уже испытания еще проведем с двумя тоннами, мы еще на воде не были Полтора вообще тянет легко абсолютно так же Единственные нюансы существуют, естественно, на выходе из берега Но они решаются увеличением высоты борта, которые в нашем вот сейчас, этом первом испытательном образце еще не нужны Но, естественно, в серии это все будет учтено Плюс своя кабина, которая добавит плавучести на кабине, тогда морда еще поднимется В общем, пока что мы супер довольны И самое главное, у нас что-то рекорд пребывания на воде, по-моему, там 40 минут что-то и прочее барахтались Но там открываешь борта, внутри сухо, ничего никуда не протекает Это пушка Плюс у новой кабины еще будет свой отсек для лебедки Потому что когда лебедка постоянно под водой, ну вы понимаете, это не дело В нашем случае она сейчас стоит как страховка и как то, что должно быть Но, само собой, это не очень правильно Дальше у нас, по идее, как и со всеми вездеходами, должны быть испытания какие-нибудь торф, глина, грязи Но сегодня их не будет, потому что у нас неподходящее полотно Оно нам приезжает, собственно, ближе к новому году Там будет двухдюймовый зацеп, вот такой И с ним обязательно поедем Есть кадры, мы ездили на испытания и в торф, и в глину Вооу Продолжение следует... 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 Продолжение следует...